Лучшие учителя музыки. Обучение в вашем городе и дистанционно, через интернет. Видео-уроки. Форум, где на ваши вопросы отвечают преподаватели. Сайт урокимьюзик.ру представляет. Здравствуйте, с вами Нахунь, Периферкович. И я сегодня хочу поговорить об артикуляции в джазовой мелодии. Артикуляция в джазовой мелодии, она на фортепиано, разумеется. Но она связана с духовыми инструментами очень тесно. Первые ведущие джазовые инструменты были труба, в первую очередь. Тромбон, клавнец, период нюорнионского джаза. Потом ведущие место заняли саксофоны. Аль-саксофон, тенор-саксофон. Типичная артикуляция для периода нюорнионского джаза, или как он назывался в его белой версии, диксилент. У ведущего инструмента трубы, и представитель этого инструмента, самый выдающийся, это Луи Амстронг, манера игры была нон-легат. Таким образом, звучание было нечто вроде такого. На фортепиано эта манера игры перенес от Луи Амстронга пианист Эрл Хайнс. И он это сделал следующим образом. Он играл мелодию, разумеется, нон-легато, октавами, добавляя в середине квинту. Эта квинта совершенно не зависела от аккорда, к которому относился этот звук мелодии. Это было просто акустическое, вроде, нечто вроде акустического абертона. И так далее. То есть, звуки рубились по одному, именно как на трубе. Более поздний период, в 20-е годы и позже, период свинга уже характеризовался более сглаженной легатной игрой. Но легато в джазе все равно не было похоже на классическое легато. Вот я беру за пример блюз, характерный для 20-х годов. Я буду играть его просто легато. Субтитры создавал DimaTorzok и так далее это слишком классическая игра в джазе используется с одной стороны легатированная артикуляция с другой стороны и акценты то есть совмещение легата с акцентами дает следующий эффект хорошо почему я так много времени удерживаю саксофону потому что артикуляцию надо перенимать именно от духового инструмента в данном случае от саксофона сейчас я перехожу на фортепиано а Вы, наверное, обратили внимание, что легато здесь не столько общие на большую группу нот, или более детализированные по парные между двумя восьмушками. Точно так же, как и играется на саксофоне. Надо к этому добавить, что каждая попарная легато начинается со слабой доли с акцента. То есть, если рассматривать с точки зрения пианизма, то акцент идет от плеча, а потом действует только передняя часть руки. Если мы сравниваем строение руки и строение человеческого тела, то, что нам требуется для духовых инструментов, то мы обнаруживаем, что диафрагма в руке находится здесь, а языки пять, а не пальцы. Так что, когда подается воздух из диафрагмы на саксофоне, и оттуда идет акцент, то пианист это делает от плеча. Когда саксофонист делает акцент языком, пианист делает пальцы. Это звучит оцен другого характера. Можно играть и так, и так, но, разумеется, для быстрой игры. Когда пальцы фактически приклеены к клавиатуре, акценты все глубокие идут от плеча. Когда саксофонисты играют очень быстро, я не смогу так быстро играть, то акценты все идут не столько от языка, сколько от диафрагмы. Для джазовых пианистов очень рекомендую играть на каком-нибудь духовом инструменте. Это очень помогает в том, чтобы можно было разобраться в артикуляции вообще и в конкретном исполнении на клавиатуре. Сегодня мы говорили об артикуляции джаза и связи и артикуляции в игре на фортепиано с духовыми инструментами, трубой и саксофоном. Всего наилучшего. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok